Решить, довести до конца так, чтобы все люди нашли своих родственников. Это пусть будет живые, пусть будет раненые, пусть будет даже мед, чтобы могли все найти своих родственников. Вот моя просьба конкретно к Российскому посту, чтобы он посодействовал, помог нам в этом вопросе, чтобы мы могли наконец-то решить этот вопрос. А там, что касается Пашиняна, там, что касается других, мы вот эти вопросы не обсуждаем. А вопросы, кто виноват, кто не виноват, это пусть решают правоохранительные органы, это их задача, пусть они свои задачи решают. Я убежден, что виновных очень много в этом вопросе, но не нам судить. У нас свое горе, у нас свои проблемы, мы хотим просто найти своих родственников, детей, родных, близких. Другой у нас задачи в данный момент нет. У нас сейчас одна задача, найти родственников. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем, потому что там есть даже раненые, раненые, которые вот каждый день уже 40 дней, уже 50 дней, ну и там сколько, они ждут, помощи ждут. А по нашим сведениям, что пока российские миротворческие силы не будут уже там свои действия делать, не решиться, это не может не решиться. Ваша просьба к этому, чтобы нам помогли конкретно российские власти. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Арсен Гукасян. 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 Вонорусском Гукасян. А вы представляете какую-то организацию? Никаких организаций мы не представляем. Здесь чисто родители, родители, близкие. Ничего не представляем. Это просто родители, родственники, близкие, которые ищут своих детей, братьев, отцов, которые сейчас в данный момент считаются без вести пропавшими. Нету сведений от них. Уже мы сколько, уже больше, почти 50 дней мы собираемся, можно сказать, каждый день. Собираемся и тут, и на мульнице, и там тоже есть офис, организация, которая занимается этим списками, собирает списки, туда-туда. Они занимаются конкретным этим. Ну, в Красном Кресте были там тоже. Мы делаем, мы делаем. Да, вот сейчас по сети распространяется видео, на видео 18-летний парень, Эрик Хачтрян, вот, о нем тоже нет вестей, вот, уже с 12 октября вот он выходил на связь, под Джабраилом он был, вот, непонятно, что с ним. А вы говорите, что вы хотите обратиться к российскому послу? Мы уже один раз, мы уже несколько дней назад, мы в письменном виде отправили в российское консульство, что с нас, вот, ну, делегация, так бы сказать, 5-6 человек родителей встретились, чтобы они досконально все нас услышали, нашу просьбу. Ну, там сказали в письменном виде отправьте, мы с вами свяжемся, ну, пока что нет. Поэтому, если вот, если это возможно, я обращаюсь к российскому послу, посодействуйте нам в решении этого вопроса. Потому что, вот, мы идем сюда, нам говорят, пока они не сделают эти шаги, мы не сможем. Пока этот, этот говорит, пока эти не сделают, мы не сможем. И так у нас все получилось, это только, что в конце, кажется, получается только российский миротворческий сил. Пока они там все не наладят, пока не наладят, там ничего конкретного не может делать никто. Ни наши... Это, это вот уже список, вот, я с утра собираю список родственников, которые ищут своих близких. Вот это пока еще очень маленькая часть, 119 человек уже подписали. Вот они ищут. Это мы собираем для того, чтобы этот вопрос уже перевести на, как бы, если надо будет и до судебного порядка, чтобы все-таки наш, наш голос дошел до всех. Потому что мы говорим, вот, уже почти 50 дней, мы сограемся, каждый раз говорим, кричим, ругаем, все, но наш голос не заходит. Нам каждый раз выходит разное там, это говорят, делаем, работаем, делаем, работаем, но до сих пор у нас ни одного нету, ни одного. Вот вы работаете, в конце вы должны иметь, нет, свои вот, вы что сделали? Вот скажите, вот этого, этого я нашел. Нету этого. Больше 50, вот 50 дней вы работаете. И какой у вас результат? Покажите результат. Где этот результат? Нету результата. Вот поэтому я говорю, если наши власти, наши, эти, никто не может до нас, вот, услышать наш голос, значит, это все будет уже в судебном порядке. Наймем адвокатов, все эти вопросы сделаем через судебные инстанции пойдет. Понятно. До последнего. До последнего. До того, чтобы не знаю. Это очень поздно будет. Вот сейчас надо действовать, сейчас надо действовать. Потому вот уже, уже они, очень критическое состояние, вот эти дети, понимаете? Вот надо решать это, сейчас, каждый минут, каждый секунд надо решать этот вопрос. Прошу, пожалуйста, решите этот вопрос. Помогите. Тут, тут политический вопрос никакой нету, политический. Чисто, чисто, совестный, человеческий совестный. Дети наши там, надо помочь их как-то. Конечно. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить актуальную информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...